Сегодня Турция должна была принять 200 нелегалов из Греции. Об этом сообщили в Анкаре. Между тем, новость об отправке обратно вызвала крайнее недовольство мигрантов. В лагерях ситуация накаляется. Из центров временного размещения начались массовые побеги. Наш корреспондент Кирилл Бранин находится в самой гуще событий на греческом острове Лесбос. Я человек, я не животное. Я человек. Они уже готовы на все. Залезть на столб или даже бросить ребенка в полицейское оцепление. Только бы власти услышали и не лишили европейской мечты. Мы не хотим возвращаться в Турцию. Появление камеры заставляет этих людей кричать громче. Сидячая забастовка в самом крупном лагере беженцев на греческом острове Лесбос. Здесь больше трех тысяч человек из разных стран. Но лишь немногих, казавшаяся такой гостеприимной, Европа готова оставить у себя. Большинство отправится обратно. Таков план Евросоюза и Турции. Обмен один к одному. Нелегалов на зарегистрированных переселенцев из воюющей Сирии. Для обитателей этих контейнеров за тремя рядами колючки это крах всех надежд. Гора старых спасательных жилетов у забора красноречиво говорит о том, что им пришлось пережить, добираясь туда, где, как выяснилось, гостям совсем не рады. Чтобы добраться сюда из турецкого Измира, я заплатил 1100 долларов. Пакистанец Шашек, как и многие его соотечественники, был готов на все, лишь бы оказаться в свободной и безопасной Европе. Тем сильнее теперь разочарование. Мы приехали сюда в надежде получить равные права для каждого человека. Почему они не считают нас людьми? Турция небезопасное место для нас. Если беженцев отправить обратно в Турцию, это равносильно смерти. Еще недавно здесь кипела жизнь. Волонтеры раздавали одежду и еду. Сейчас палаточный городок почти опустел. Из основного лагеря за колючей проволокой сюда больше не пускают. На руках у Шерил Хант маленькая девочка из Марокко. Ее европейское будущее с каждым днем становится все туманнее. И взрослые никак не могут повлиять на решения европейских чиновников. Это ужасное решение для этих людей. Мы слышали, несколько беженцев пытались покончить с собой, когда узнали, что их собираются отправить в Турцию. Печальная пакистанская песня о любви звучит в сгущающейся темноте, особенно отчаянно. Здесь уже почти смирились. На материке еще пытаются бороться. На границе с Македонией детский марш по рельсам с плакатом «Нас убили тихо» и цветами, которые дети бросают на забор, отделяющие их от свободной Европы. На этом фоне муниципальный центр по приему беженцев на Лесбосе выглядит почти курортом. Здесь нет колючей проволоки и строгого режима. Большинство жителей этого городка приехали до 20 марта. И формальное соглашение Евросоюза и Турции на них не распространяется. Но и эти люди теперь ни в чем не могут быть уверены. Слухи доходят быстро. Иммигранты ищут любой способ остаться. Люди подают заявление на статус беженца в рамках греческой системы предоставления убежища. С момента подачи заявления они уже находятся под защитой закона о беженцах. Соответственно, никто не может их ни высылать, ни предпринять какие-то другие действия отношения этих людей. До тех пор, пока решение принято. Те, кому о такой возможности неизвестно, попросту бегут, стараясь затеряться на улицах греческих городов. Больше ста человек из списков на депортацию власти уже не могут найти. Отправку паромов приостановили до завтра. Но несколько кораблей к турецким берегам отправиться успели. И мало кто сомневается. При первой возможности их пассажиры постараются вернуться. У нас война, смерть. Нашу страну разбомбили. Почему мы должны уезжать из-за того, что пострадает их туризм? Мы работали с утра до ночи за 25 турецких лир. Это 9 долларов. Но этого недостаточно, чтобы прокормить семью. Я только за жилье плачу 300 лир. И как с этим справиться? Власти острова Лезвос в каждом интервью подчеркивают, туризм тут ни при чем. Помощник мэра уверен, здесь безопасно. И призывает не отменять отпуск. А решение о депортации беженцев комментирует очень осторожно. Мы надеемся, это поможет решить миграционный кризис. Но мэр не раз говорил, что настроен скептически. Потому что ключ к решению находится в Турции. Регистрацию мигрантов нужно проводить именно там. Но пока мы должны подождать и понять, как соглашение работает. Возможность понять будет уже в пятницу. Очередной рейс парома из порта Лезвоса должен отправиться в 9 утра, чтобы забрать с собой тех, кто совсем не рассчитывал на такой холодный прием. Горы на горизонте – это Турция. Именно оттуда тысячи беженцев с Ближнего Востока проделали вроде бы короткий, но на самом деле подчас очень опасный путь по морю в надежде на светлое европейское будущее. Остров Лезвос долгие годы называли воротами в Европу, которые теперь стремительно закрываются. Кирилл Брайнин, Роман Хроленко, Наталья Голуб и Екатерина Колоницкая. Первый канал. Греция.